Девушки отдыхают Девушки отдыхают Конец этой недели был богат на события, словно прорвало. Каждый вечер мы с вами не могли уснуть, потому что просто вынуждены были, кто по сообщениям в соцсетях, кто по телевизору, следить за тем, что происходит. В Ницце, где террорист на грузовике врезался в толпу, затем в Стамбуле, где произошла попытка военного переворота. Как-то слишком много для одного только уикенда. И каждое из этих событий способно так многое изменить в мире. А вот почему? Давайте вместе разбираться. Ну и, во-первых, Франция. В Ницце до сих пор неспокойно. Оттуда приходят сообщения о новых задержаниях. Но вот, в частности, сообщают, арестованы еще два человека по подозрению в причастности к теракту. Какова ситуация на Лазурном берегу сейчас? Спросим у нашего спецскора Алексея Пшемыцкого. Вот он как раз там и появился у нас на связи. Леша, тебе слово. Да, Дмитрий, добрый вечер. Ну, вы правильно сказали, что сегодня был очередной рейд французской полиции, в ходе которого задержали двоих подозреваемых. Известно, что это мужчина и женщина. Но были ли они как-либо связаны с Мухаммедом Булелем, на данный момент неизвестно. Напомню, что вчера задержали еще четверых людей. И также была задержана бывшая жена террориста. Ну, я надеюсь, что вы видите, что сейчас на набережной Английской, в Ницце, очень много людей. Ну, здесь буквально тысячи просто людей сегодня вышли. Набережную опять открыли для туристов. Также здесь же частично ездят автомобили. Скажу, что здесь тысячи букетов цветов. Люди приносят букеты, приносят много очень детских игрушек. Поскольку, как известно, в ходе этих ужасных событий погибли также много детей. Ну, отмечу, что по последним данным число погибших, к счастью, не изменилось. На данный момент 84 человека. Так известно, что полицейские до сих пор не смогли установить личность 16 из них. И также в больнице до сих пор находятся 50 человек. И многие из них в критическом состоянии. Судя говоря, вот такая информация. Также отмечу, что вчера стало больше известно о личности погибшего украинца. Его задавали Михаил Вадимович. Говорят, известно, что ему было 22 года. Он уйдет в Канаде и приезжал в Ниццу на научную альпиаду. Говорят, ну вот такая информация. Отмечу, что город постепенно пытается вернуть жизнь. Ну, как видите, люди ходят, гуляют. Леша, спасибо большое. Я прерву тебя. У нас, видимо, технические проблемы на связи с Ницей. Но дело в том, что, думаю, вот в эти минуты, как раз в 8 вечера, огромное количество корреспондентов включаются на свои телеканалы. Ницца, к сожалению, стала и горячей точкой, и точкой, в которой сейчас работает очень много журналистов. Но дело в том, что спецслужбы, несмотря на всю их кажущуюся мощь, на бюджеты, на возможности, с террористическими организациями бороться еще готовы. А вот одиночки, такие как в Ницце, запросто проскальзывают через эксито. Финансовые потоки, пути, которыми поставляют взрывчатку, переговоры, коммуникации. Вот все это можно отследить, но сами посудите, как вычислить человека, который просто в какой-то момент берет в аренду грузовик и решается направить его в толпу во имя Аллаха. О новом лице терроризма, с которым нам с вами, похоже, теперь придется сталкиваться все чаще, вот как раз материал из Франции Алексея Пшемыского. Тысячи букетов, свечи и игрушки в память о жертвах трагедии. На асфальте английской набережной еще со вчерашнего дня начали появляться вот такие небольшие островки с букетами и свечами. Именно здесь было очень много людей. Сейчас на асфальте здесь до сих пор видны следы крови, а люди приносят сюда вот такие вот небольшие букеты цветов. Вот здесь вот написано, тут погибли 20 человек, многие дети. Немного выше несколько имен и фамилии тех, кто здесь погиб, и снизу небольшая надпись «Мы выжили». День взятия Бастилии – один из главных праздников Франции. Масштабные фейерверки над Синицей, тысячи людей на набережной. И в этот момент к ней не спеша подъезжает грузовик. Не было ни полиции, ни барьеров, никто не ожидал такого. Секунды – и водитель давит на газ. Многие не понимают, что происходит, ведь не слышно ни взрывов, ни выстрелов, того, что всегда сопровождает террористические атаки. Люди разбегаются в стороны, в панике налетая друг на друга. Несколько человек попытались остановить грузовик. Кто-то даже вскочил на машину, чтобы нейтрализовать водителя. Тщетно. Пятитонная машина продолжила лететь, сметая людей на скорости в 60 километров в час. Грузовик останавливается, водитель открывает стрельбу, однако полиции удается его застрелить. Всего он проехал 2 километра, буквально по людям. Грузовик прилетел в толпу, раздавив всех, всех, потом выстрелы. В тот вечер всего 60 полицейских охраняли 30 тысяч человек. Украинка Ева забудет тот вечер неспоро. За несколько минут до окончания салюта и за несколько минут до начала самого теракта я переместилась в кафе. И, видимо, поэтому чудом осталась жива. Уже вскоре удалось установить, за рулем грузовика убийцы был 31-летний выходец из Туниса, гражданин Франции Мохаммед Булейль, проживавший в Ницце. Что именно побудило его к убийствам? Главный вопрос, которым сейчас озабочены спецслужбы. Полицейские нашли у террориста всего лишь несколько пистолетов, а гранаты и два автомата, о которых ранее сообщили СМИ, оказались лишь муляжами. Орудием убийства стал обычный грузовик, которых на улицах городов тысячи. А главное, спецслужбы считают, что это был удар террориста-одиночки. Если в Париже и Брюсселе и во время других громких терактов силовики сталкивались с хорошо вооруженными людьми, которые действовали группой, то к террористу-одиночке на грузовике оказались попросту не готовы. Спецслужбы не следили за ним. У нас не было информации о возможных связях виновника трагедии с радикальным исламом. То, как было совершено это преступление, совершенно отличается от того, что мы видели раньше. Мы видели массовые убийства с использованием взрывчатки и оружия. Но то, как он это сделал, заставляет нас всех чувствовать дрожь. И граждан, и власти. Лишь через два дня ответственность за теракт взял на себя ИГИЛ, назвав Булеля, проживавшего в Ницце, своим солдатом. Однако и политики, и журналисты, и даже соседи террориста сомневаются, что он вообще мог исповедовать ислам. От него тянул алкоголем в Рамадан. Вряд ли он был религиозным. Он не носил бороду, только ездил все время на своем велосипеде. Пьяный. Он был преступником, который не соблюдал ислам, не молился. От людей, которые общались с ним, мы знаем, что он не был последователем религии мусульман. Уже позже отец Булеля, которого удалось разыскать в Тунисе, заявил, что его сын много лет страдал от депрессии и даже лечился у психиатра. Несколько раз у него были нервные срывы. Французские спецслужбы не исключают, человек с нестабильной психикой мог очень быстро радикализироваться. Мухаммед Булель тихо жил в этом пригороде Ниццы. И если и общался с радикальными исламистами, то ни его родственники, ни уж тем более соседи об этом даже не подозревали. Здесь во Франции у спецслужб есть особый список для людей, которые могут представлять опасность для государства. Их телефонные разговоры прослушивают и уж тем более знают о всех поездках. Например, в Сирию, где можно получить боевой опыт, или в другие подобные страны. Мухаммеда Булель в нем не было. И что делать с такими террористами-одиночками, которые не то что не пользуются взрывчаткой, а могут превратить в оружие, например, обычный грузовик, здесь, во Франции, да и, пожалуй, во всей Европе, пока что не знают. Из Ниццы Алексей Пшимызский, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну вот такая ситуация в Ницце, далее Турции, еще одна страна, о которой мы с вами весь уикенд говорили. Там попытка военного переворота, что для страны, в общем-то, привычно, но первая неудачная. А значит, на ней длинная история, когда военные меняли власть в стране, может и закончиться. Для нас с вами эти события обернулись и заблокированными украинскими судами в Босфоре, и сотнями пассажиров, которые застряли в аэропортах, когда небо над Турцией закрыли. И это ситуация, когда только из украинских городов каждый день десятки чартеров с отдыхающими вылетают, не говоря уже о рейсовых самолетах. Какая ситуация в данный момент, и есть ли угроза для туристов, вот давайте узнаем прямо сейчас у Руслана Смещука, он в самом центре Стамбула. Да, Руслан, слушаем тебя. Дмитрий, ну, хочу сообщить самую свежую информацию. Вот по последним сообщениям, в результате неудавшегося переворота погибло 190 граждан, а также 104 мятежника, а еще около полутора тысяч человек получили ранения. Ну, а я сейчас нахожусь возле Стамбульской мэрии, это действительно самый центр города. И как вы можете видеть, сюда под мэрию пришли сотни, если уже не тысячи горожан. Они буквально прибывают каждую минуту. Если еще вчера люди выходили вот сюда для того, чтобы защитить законно избранное правительство, не допустить переворота, то сегодняшнее собрание праздничное, громко играет музыка. Люди, в принципе, отмечают то, что мятежникам не удалось повалить законно избранную власть. Другая картина сейчас в иных стратегических точках Стамбула, это мосты через Босфорский пролив и государственный аэропорт, международный аэропорт имени Кемали Ататюрка, они полностью разблокированы. То есть по мостам проезжает машина абсолютно спокойно, ну а аэропорт работает. Также этой ночью, еще этой ночью мы на улицах города видели достаточно много вооруженных автоматическим оружием силовиков, военной техники. Уже к утру их в городе практически не осталось, ну или они незаметны. В принципе, ситуация стабилизируется, хотя вот достаточно много туристов, с которыми мы сегодня общались, говорят о том, что у них есть в душе некое беспокойство. Но в целом Стамбул возвращается к мирной, нормальной жизни. Дмитрий. Спасибо, коллега, понятно. Знаете, я вот интересную мысль нашел сегодня в прессе, мол, в день, когда переворот провалился, они просто заговорщики проиграли, дескать, все куда серьезнее. Это основатель современной Турции, Ататюрк, памятники которому по всей стране стоят, проиграл. Проиграл президенту нынешнему, Эрдогану, ну вот в качестве своеобразного предохранителя, чтобы страна не свалилась в диктатуру или исламизм. Первый президент использовал единственное, что мог, армию. Практически столетия эта система работала, и вот только сейчас, похоже, сломано. Турецкий гамбит, и что он означает и для нас с вами, и для самих жителей Турции, смотрите далее. Попытка переворота в Турции выглядела в новостях, как боевик военная на улицах. Здесь, в Стамбуле, перекрытые мосты через босфоры, истребители и вертолеты в воздухе. Наблюдать со стороны за всем этим было интересно. А вот оказавшись в Турции, понимаешь, что воспринимали это совсем не как в кино. Было по-настоящему страшно. Наиболее драматично события развивались в международном аэропорту Кемале-Ататюрка. В зал ворвались солдаты, началась сильнейшая паника. Рассказал мне об этом одессит Вячеслав Касим. Как раз в пятницу, в день переворота, он должен был полететь домой. Из города в этот зал ворвались военные. Их было около 50 до 100 человек. Началась паника. То есть весь зал взял и лег. Кому-то показалось, что стреляют или что сейчас будет взрыв. В общем, когда все ложатся, ты тоже ложишься. Я лично прятался за колонной. Проходил вот рядом персонал аэропорта. Мы такие типа, это окей. Они такие, не-не-не, сидите, сидите. Вы вот сидите. Через несколько часов в Славе вместе с друзьями каким-то чудом удалось выбраться из заблокированного здания аэропорта. Теперь здесь говорят, что к тому моменту чувствовалось, события развивались не по плану заговорщиков. На улице, на которых еще недавно единственным хозяином была армия, начали выходить сторонники президента Эрдогана. Они буквально ложились под танки и убеждали солдат не стрелять в людей. Ситуацию той ночью в корне изменил сам турецкий президент. Хотя военные и заявили, что власть в стране теперь у них, а правительство изолировано. Эрдоган сумел все-таки выйти в прямой эфир телевидения и призвать своих сторонников. На улице этот призыв поддержали и в мечетях. Обычно тут последний раз на молитву зовут где-то около 11, там пол 11 вечера и до утра, ну все тихо. А в этот раз, несколько раз я слышал, что он пел и звал людей прийти в мечети. Ну то есть это как бьют в колокол, я так понимаю. Как президент, так и премьер-министр и правительство мы сделаем все возможное, чтобы остановить мятеж. Я бы хотел призвать наших людей выходить на улицы, собираться на площадях, чтобы эта кучка мятежников со своими танками вышла к народу. История военных переворотов в Турции это и есть история страны после Второй мировой войны. Армия не раз вмешивалась в политику, оберегая Турцию от чрезмерной исламизации. Такие рамки задал еще сам основатель турецкого государства Кемаля Татюрк. Но теперь, похоже, все будет по-другому. И это уже чувствуется даже в самой модернизированной части страны, в Стамбуле. Стамбульская площадь Токсим это такой себе аналог Майдана независимости в Киеве. И сейчас о попытке переворота здесь напоминают только полицейская и военная техника, а также машины телевизионщиков. Причем последних тут даже больше, чем броневиков. Действия турецких военных не поддержал никто в мире. Лидеры стран Запада высказались в защиту демократии в стране, то есть в поддержку Эрдогана. И оказалось, что сила, то, на что сделала сталку армия, начав даже бомбардировки в столице Турции Анкаре, оказалась ее слабостью. С каждой новостью о боях в турецких городах, об авиаударах по зданию парламента и другим объектам становилось ясно. Это последнее вмешательство турецких военных в политику. И больше такого не будет. Турецкое общество не позволит. Турецкие СМИ сейчас заполнены сообщениями об арестах по всей стране. Полиция ищет тех, кто мог быть причастен к перевороту. Всего арестовано больше 6 тысяч человек. Это и генералы, и полковники. А вместе с ними судьи, в том числе и судья Конституционного суда. Цена этой ночи переворота больше двух сотен погибших и почти две тысячи раненых. Столкновения были в крупнейших турецких городах. Я осуждаю самым решительным образом попытку военного переворота в Турции против избранного правительства и избранного президента. Очень трагично, что так много людей заплатили своими жизнями за эту попытку смены власти в стране. Кровопролитие в Турции должно быть остановлено. Разбираться с ответственными за события прошлой ночи можно и нужно только в соответствии с буквой закона. Вооруженную полицию и верных правительству силовиков можно было наблюдать здесь, в Стамбуле, еще ночью, в субботы на воскресенье. Но уже утром на следующий день в городе мало что напоминало о попытке переворота. Разве что брошенная военная техника на мостах через Босфор. Даже сторонники Эрдогана уже уходят с улиц. Они победили. Все еще продолжается небольшой митинг возле аэропорта. Турецких флагов на автомобилях и зданиях больше, чем обычно. Турция возвращается хоть и к обычной, но непривычной жизни. Не такой, как раньше, когда военные могли повлиять на все. Руслан Смещук, Вадим Сверидонов. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну и вот за этими новостями из Турции немножко украинские события, в том числе сегодняшние довыборы, конечно же, ушли на второй план. Но давайте все-таки не будем забывать, что вот как раз сегодня решается, кто займет семь пустующих кресел в Верховной Раде. Участки на эту минуту уже закрылись. Всего голосование проходило в семи округах. Ну вот вы сейчас на карте увидите. От запада до востока страны. Больше тысячи избирательных участков в Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Полтавской, Херсонской, Черниговской и даже Луганской областях. Ну и вот интересно, в Луганской области на депутатский мандат претендовало больше всего кандидатов. Сколько бы вы думали? 108 человек. Ну и в результате бюллетень там был длиной полтора метра. Ну для того, чтобы вы поняли, мне даже сюда в студию линейку принесли. Так вот, посмотрите. Вот такой длины был бюллетень. Представляю, как избирателям было легко сегодня на участках разобраться, за кого же проголосовать. Ну а в Волынской области, просто для сравнения, стать народным избранником, изъявили желание только 19 человек. Самыми активными были на Волыне, а самыми равнодушными в Херсоне. Это еще не окончательные данные, но по предварительным, по состоянию на вечер, незадолго до закрытия участков, на юге страны только каждый десятый пришел на участки. Даже в прифронтовой зоне в Луганской области и то, куда больше было. Продолжение следует... Депутаты, так это выходку одного из своих коллег. Казалось бы, эта Рада уже видела все. И потасовки, и воздушные шарики под куполом, и дымовые шашки, и вареники ели. Просто в сессионном зале угощают друг друга, когда трибуну блокировали. Но последние дни работы превзошли все ожидания. Просто в Раде беспилотник запускали. Вот такой радиоуправляемый. Заявили, мол, это антикнапкодав. Все, что депутаты журналистов прячут. Все, что с балкона прессы не разглядеть, с него отлично видно. Ну, идея вроде хорошая, по крайней мере, смешно. В отличие от всего остального, что слуги народа делают. Главное просто, чтобы, облетаясь в сессионный зал, беспилотник в люстру не врезался. Или не рухнул. Просто в сектор, где оппоненты сидят. Тогда точно не до смеху будет. Ладно, и о грустном, и о смешном. Обо всем, что случилось на последней работе недели этой Рады. Наш парламентский корреспондент Катя Лысенко. Казалось бы, им бы ночь простоять, до день продержаться. Финальная парламентская неделя. Дальше полтора месяца каникул. Но народные избранники, словно студенты, живут от сессии до сессии, прогуливая даже последние пары. Багато кто приходит, подпишется и идет. Им главное отметиться, что потом уже не важно. Первый этап регистрации. За этим столом депутаты ставят подписи. Потом заходят в зал для поименной регистрации. И уходят. В том числе по подземным переходам. А увильнуть от работы тут можно незаметно. В Раде целые подземные лабиринты, которыми можно и в соседние комитеты попасть, и даже к админу выйти. Пропал из зала. Но ни журналисты не видели, как и куда, ни коллеги не заметили. На самом деле, если депутат уже пришел и расписался, то он может дойтися только на каву, только в туалет или пойти в комитет. На самом деле депутаты просто не появляются. И вот кнопокодавство, которое мы видим, а сейчас, на жаль, почти каждый хороший закон принимается с кнопокодавством. Есть и бизнес, и какие-то особенные справки, возможно, какие-то особенные стосунки в межах парламента. У прогульщиков есть и другая схема. Целые карточные комбинации разыгрывают. Можно парламент вообще не ездить, тебя и без тебя зарегистрируют. Электронную регистрацию может провести любой депутат. Поэтому в каждой фракции есть свой кардбой, который утром перед началом сессии проходит, вставляет в картоприемник карточки, и депутаты регистрируются. А отсюда и кнопокодавство. Те коллеги, которые сидят у фракции, которые сидят под балконами, они помещены на кнопокодавстве. И сейчас все делается стадливо, прикрывающись паперами, прикрывают руки паперами, когда не хватает несколько голосов за какой-то законопроект. И вроде все все понимают, но и поделать толком ничего не могут. У спикера вот даже нервы сдали, раскричался на депутатов. Думайте, кого вы на в списке, думайте, почему вы не ходите на сессию, и, пожалуйста, поднимайте эти вопросы, все бы на сборах в фракции. Но депутаты и сами понимают, даже если явка есть, единство все равно ведь нет. Полный зал тут давно не гарантия успешного голосования, слишком уж интересы разные. Они не готовы к конструктивному диалогу и не готовы чути аргументы. Они просто включили радио Папуга для того, чтобы сделать из этого политический фарс. Создание временно следственной комиссии по тарифам. Полное игнорирование. Ну что ж, мы постояли месяц. Сейчас мы уже неделю сидим. Если надо, мы будем лежать, делать любую другую форму мирного протеста. Мне кажется, власть решила показать силу, сказать, что она не слышит Батьевщину, не слышит радикальную партию, не слышит свободу и других наших коллег, которые блокируют трибуну. В радио в последние недели и действительно есть на что посмотреть. И блокировали, и дрон запускали, простаивали, не особо задумываясь о цене вопроса. Два миллиона гривен коштует каждый день работы тут. И это только нарадовские нужды. А сколько при этом страна теряет, затянулась бюджетом и со всем остальным, что она обещала, никакой Минфин не сосчитает. Абсолютно очевидно, что никакая так называемая правовладная коалиция, никаких голосов нет и голосовать ни за что не может. Зато депутаты с легкостью считают свои победы и поражения, закрывая и сессию, и политический сезон. Что смогли? Приняли судовую реформу. Как на меня, это главное достигнение этого парламента вообще. Закон про снижение адцизов на вживанной авто. Принятый законопроект, который напрямую отдаёт людям деньги в их кишени готвы. Очень много законов были приняты относительно повышения оборудовательности государства. Эта сессия была кризовая. На жаль, при этом сессии можно только тем, что не допустили какого-то червого дырбана. На сессии изменили уряд, отправили недеиздатный фактически уряд для ценюка. Верховная Рада принимает за пленарную неделю всего 10-12 законов. Они занимаются переименованием городов, построением новых коррупционных схем. Но как бы ни спорили нардепы, сработали они на двоечку или на твердую троечку, едины они в одном. Отпуск-то заслуженный, где бы его ни проводили. На далёких островах или в куда более близких Карпатах все они теперь будут обычными гражданами, по крайней мере, внешне. А осенью перейдут на демисезон, сменят шорты и полы на дорогие костюмы, сменят и риторику. Екатерина Лысенко, Иван Ермакова, Ирина Диченко. Подробности недели. Телеканал Индар. Ну, в условиях, когда, насколько я понимаю, так много вопросов осталось без ответов. Я вважаю, что недоречно. Наша команда подала проект постанови про то, чтобы парламент не шёл на каникулы. Чтобы он продолжил работать и взглянул вопросы по снижению тарифов, взглянул вопросы по поднятю пенсии, заработных плат, повернение денег на лечение детей, чернобильцям, афганцям. Чтобы дали жити освитянам, працівникам системы охорони здоровья, науковцям. Чтобы приняли ті закони, которые сегодня, в том числе и за авторством Батьковщины, лежат в парламенте. Но нашу постанову про то, чтобы работать без каникул, даже не поставили в порядок денный и не взглянули. Ну, поэтому уже, насколько я понимаю, восени все зберутся. А от нового политического сезона, вы особистое чего ожидаете? Какие решения? Каждая украинская родина доведена сегодня до вечера. Люди выбирают купить ежу своим детям, лековать детей или родителей, а платить эти абсолютно непосильные цены на газ, тепло, воду, электроэнергетику. Они практически загнаны. И сегодня большинство родин Украины зарабатывает меньше, чем им нужно выкладывать платежи за житлово-коммунальные услуги. Кроме того, заморожены пенсии и заработные платы. Колоссальная несправедливость при нараховании пенсии. Люди, которые работали по 40 лет, получают такие же минимальные пенсии, как и те, кто практически не работал в своем жизни. Освита почти не финансируется. Охорона здоровья почти не финансируется. Люди сегодня у вечера. И сегодня завдание тех политиков, которые не потеряли честь, совесть и ответственность перед страной и перед людьми. Просто из обязанности политиков сегодня начать достроковые парламентские выборы. Если этого не сделают политики, у меня нет сумнений, что восемь люди не будут терпеть. И они могут просто всю владу вынести так, что влада еще долго будет памятать, как делать такую принизливую и такую недопустимую политику в нашей стране. Люди мовчать не будут. И терпеть мовчать не будут. Они знают, что делать, если влада себя скомпрометировала. Юлия Володимировна, дякую, что приедулася. Будем ставить крапку. И дякую, что были лаконичны. Юлия Тимашенко была на связи с подробностями недели, с лидерами парламентских фракций. Мы еще сегодня тоже поговорим. Поговорим об итогах работы этого парламента. Прежде чем пригласить еще одного гостя, вот важный момент напомню. В условиях повышения тарифов проблему пытаются решить по-своему в регионах. На сессиях горсоветов депутаты принимают моратории на подорожание услуг ЖКХ. Первым был Киев. Затем Днепр. Во Львове проголосовали за постановление о несправедливости поднятия тарифов, если не происходит рост заплаты пенсии. Поддержали эти требования и в Житомире. Собираются принять такое же решение в Одессе. Правда, вот есть уже заявление правительства, что местные запреты никак не повлияют на стоимость коммуналки. А если местные власти хотят снизить тарифы, пусть за счет своих бюджетов и компенсируют. Юрий Анатольевич Бойко подъехал к нам в студию. Разговор с ним мы начнем. Вечер добрый. Спасибо, что приехали под занавес, скажем так, этого политического сезона. Юрий Анатольевич, ну вот смотрите, а как вы оцениваете итоги этой последней недели? Как много вопросов, которые могли решить, ну пусть даже в спешном порядке, вот за эти там пять дней перенесут, теперь уже перенесут на осень? Ну, на самом деле уже можно сказать об оценке работы парламента в течение всей сессии, это полгода. Так вот, за полгода было принято в парламенте около 90 законов, 87. То есть, если поделить арифметически, это меньше 15 законов за месяц. А самое главное, что даже в этих законах львиная доля, это тех, которые вообще никакого отношения не имеют к тому, что интересуют людей. Потому что любая социология показывает, что людей сегодня интересуют три главные вещи. Первое, это примирение на Востоке. Второе, это рабочие места и возможность найти работу. И третье, это тарифы. Ни на один из этих вопросов парламент не ответил на протяжении всей сессии. Занимались переименованием городов, политическими декларациями, какими-то идеологическими вещами. А то, что действительно нужно людям, это осталось вне внимания парламента. И поэтому его оценка, конечно, неудовлетворительная. Ну, послушайте, а где тогда гарантия, что вот с осени, когда с новыми силами в сентябре парламент выйдет, не будет повторения той же ситуации? Если полгода раскачивались, если за полгода действительно мало, либо, ну, даже, скажем, нет серьезных решений, то где гарантия, что с осени что-то изменится? Ну, вот мы так и поставили вопрос. Или парламент начнет работать для людей, найдет ответы, как снизить тарифы, примет позицию какую-то по завершению конфликта на востоке страны, вообще заслушает правительство о том, что оно собирается делать с рабочими местами, потому что сегодня 5 миллионов активного населения уехало за границу искать работу, от 2 миллиона в стране безработных. И это из 12 миллионов людей, которые активного рабочего возраста. Так вот, или он начнет работать в ключе, когда надо отвечать на вопросы интересующих людей, или тогда надо быть честными перед избирателями, парламент не состоялся, и он должен самораспуститься. Мы это открыто предложили коллегам по парламенту сдать мандат, и мы готовы, наша фракция, это сделать. И пусть люди выберут парламент, который будет о них заботиться, и который будет работать для людей. Ирина Анатольевич, ну вот вы сказали действительно, что три важные темы, которые интересуют людей, в том числе тарифы, но просто у меня ощущение, что вот всю тяжесть тарифной проблемы люди почувствуют, когда придут первые платежки за тепло, когда суммы вот в этих вот квитанциях, они уже будут зашкаливающие. Ждать ли нам еще и тарифного кризиса, помимо кризиса политического, вот такого велотекущего, ждать ли нам его осенью? Ну безусловно, это как бы ни рассказывало правительство о том, что предусмотрена система субсидий, это неправда, поскольку по субсидиям предусмотрено в бюджете 40 миллиардов, а необходимо 70. То есть 30 миллиардов по году будет напрямую извлечены из карманов людей и отплачены без покрытия со стороны бюджета. Поэтому это резкое ухудшение уровня жизни людей, особенно оставшиеся еще у нас среднего класса, это людей, которые активны, которые работают и которые в полной мере на субсидии претендовать не могут. И мы, конечно, должны быть готовы к тому, что возможны социальные протесты. Я считаю, что это было неподготовленное и очень неправильное решение, когда вот так бездумно в разы подняли тарифы на протяжении небольшого периода времени и в так сложной экономической ситуации, и не дали людям реального механизма для повышения социального статуса. Есть еще одно решение. Местные советы сейчас принимают моратории на повышение тарифа. Вот были такие решения Киев, Днепр, Львов, Житомир. А последствия вот этих решений местных властей они могут быть? Когда идут разговоры и решения направлены на децентрализацию и предоставление больших прав местным органам власти, то центральная власть обязана учитывать мнение местных советов. То же самое мы дали указания советам, где у нас большинство, инициировать этот процесс объявления моратория. И вот эти решения местных советов, они покажут центральной власти, что надо что-то делать, надо снижать тарифы. Это один из конституционных нормальных цивилизованных методом доведения центральных органов власти проблемы на местах. Понятно, спасибо. Вы частым гостем были у нас вот в эти полгода. Я благодарю, что вы приходили к нам и что у нас всегда был откровенный разговор. Спасибо. Юрий Бойко был у нас в студии, лидер фракции оппозиционного блока. Ну и все вместе мы подводили итоги этого политического сезона. Одним из таких итогов вполне могли бы стать, но не стали досрочные выборы, о которых политики много говорили. Но вот если бы они состоялись в ближайшее время, то пятерка лидеров, по данным социологов, выглядела бы так. Партию оппозиционный блок поддержали бы 15,5% респондентов. Вторая в списке Батьковщина с рейтингом 13,5%. У блока Петра Порошенко 12,5%. И шансы пройти в Раду, по мнению социологов, есть также у самопомощи и радикальной партии. Это результаты опроса, который провел центр социсследований «София». Ну и день сегодня такой, что не получается вот так ровно вести эфир. Давайте прервемся. У нас Франция только-только буквально появилась снова на связи. Там Алексей Пшемызский. Дайте связь, пожалуйста. Алексей, слышно меня? Спасибо большое, что вернулся к нам на связь. У нас пропала связь в начале выпуска. Я знаю, что появляется новая информация об убийце. Что ты можешь сообщить? Да, Дмитрий, отмечу, что действительно здесь сейчас просто безумно большое количество журналистов со всего мира. Поэтому перебои со связью. Но я надеюсь, что сейчас вы меня слышите и видите. Собственно говоря, как я уже говорил, полиция сегодня продолжила проводить рейды. Вот были задержаны еще два человека. Перед этим задержали еще пятеры, включая бывшую супругу Мухаммеда Баалеля. Но вот, собственно говоря, пока что полиция не может сказать, были ли у него сообщники. И был ли он каким-либо образом все же связан с радикальными исламистами. Но напомню, что вчера ИГИЛ взял на себя ответственность за события в Ницце. Назвав Баалеля своим солдатом и заявив о том, что это они вдохновили его на эти поступки. Но очень разноречивая информация поступает относительно персоны этого террориста. Как сообщил его отец, он долгое время страдал психическим расстройством. Находился в депрессии. Якобы даже лечился какое-то время. И вполне мог решиться на такой поступок без чьей-либо помощи. Но вот с другой стороны, как удалось установить полицейским, буквально за два дня до этих трагических событий, Мухаммед перевел больше 100 тысяч евро своей семье в Тунисе. И вот, собственно говоря, возникает вопрос, откуда человек, работавший водителем грузовика в службе доставки, мог заработать эти деньги, но и не перечислили ли их ему с какой-либо организации. Отмечу, что, собственно говоря, Ницца уже долго находится под пристальным присмотром французских спецслужб. Дело в том, что после французского пригорода, точнее пригорода Парижа, Сен-Дени, откуда были те террористы, которые совершили теракты в Батаклане, Ницца считается второй террористической ячейкой во Франции. Установлено, что более 50 человек, именно из Ниццы, отправились в Сирию в ряды ИГИЛа. Ну и вот непонятно, были ли какие-либо связи у Мухаммеда с возможными террористами. Ну и напоследок скажу, что сейчас полиция проверяет его телефонные звонки, ну и, вероятно, уже в ближайшие дни у нас будет больше информации. Дмитрий. Ну да, коллега, спасибо. Ну вот у нас была Франция на связи, еще с Турцией сегодня, чуть попозже свяжемся. Как видите, ситуация такая, что не то, что эфир подробностей недели, жизнь сложно планировать. Я должен перед нашим гостем извиниться. Да, проходите, пожалуйста, в студию. Министр финансов страны Александр Данилюк. Простите, что пришлось подождать немножко. Знаете, день такой, что планировать эфир немножко сложно, но вот, глядя на эти события... Неделя была сложная. Неделя была сложная, и о некоторых событиях этой недели, но вот в том, что касается вашей компетенции, давайте сейчас поговорим. Спасибо еще раз, что пришли. И... С удовольствием. Да, коллеги, на какую мне камеру? Обсуждаемая тема этой недели, тема, о которой мы с гостем сейчас начнем разговор, это кредит МВФ. Казалось бы, деньги практически у нас в кармане или у страны в бюджете, но на этой неделе появились разные комментарии, комментарии разноречивые, и вот чтобы проставить все точки над «и», мы попросили нашего корреспондента. Вашингтоне просто подъехать в штаб-квартиру МВФ и там непосредственно задать все вопросы. И вот, прежде чем с нашим гостем поговорим, давайте послушаем, что говорят в самом фонде. В МВФ есть строгое правило. Не говорить о ходе переговоров со странами, пока они еще в разгаре, пока остаются невыясненные моменты, не комментировать, не давать деталей. Но в случае с Украиной фонд вынужден был прервать молчание. Уж слишком громкая тема, уж слишком много разговоров по поводу и без повода. И самый главный вопрос – успеет ли совет директору фонда рассмотреть украинский вопрос еще в этом месяце? В Вашингтоне нам на него ответили так. Я думаю, это возможно, чтобы совет директоров утвердил пересмотр программы еще в июле. Но если понадобится больше времени, то это будет уже после перерыва в работе совета, а он на подходе. Но рассмотрение этого вопроса все-таки может быть назначено на июль. Дискуссия очень близка к тому, чтобы подвести финальную черту. Но есть некоторые технические вопросы, которые, как мы ожидаем, будут вскоре решены. Какие именно в эти детали в фонде предпочитают не углубляться, по крайней мере, публично. А вот на провал в Раде последних законов из так называемого пакета МВФ, похоже, готовы закрыть глаза на этом этапе. Скажу Вам так. Больше нет неутвержденных законопроектов, принятие которых было бы условием этого пересмотра программы. Окей, но, конечно же, есть целый перечень законов, которые за ближайшие месяцы должны быть проголосованы, или в которые нужно внести изменения, и которые важны для общего успеха программы кредитования. О том, что транш близок, рассказала нам и сама мадам Лагард. На публичной лекции в Вашингтоне директор-распорядитель фонда не очень-то и ожидала услышать вопрос корреспондента Интера. И даже немного замялась, прежде чем ответить. Но в итоге была конкретна. Мы уже очень близки к точке, когда сможем закончить пересмотр программы. А значит, дальше вопрос рассмотрит совет директоров. И, получив согласие совета, мы сможем предоставить новый транш. До сих пор есть ряд технических вопросов, которые нужно решить. И это часть условий, которые Украина приняла на себя, и о которых мы договорились. Все это нужно выполнить, поскольку мы не можем и далее иметь полуготовую программу. И надеяться, что она принесет изменения к лучшему. Эту работу нужно сделать. И я очень надеюсь, что и президент Порошенко, и новый премьер-министр доведут все до конца, и выполнят все требования, и примут все решения, которые Украина обязывалась принять. Но у меня большая уверенность в Украине, и думаю, все произойдет достаточно быстро. Ну вот такие заявления мы услышали в Вашингтоне. А сейчас поговорим с человеком, который вот с этим самым Международным валютным фондом переговоры и вел. Скажите, ну вот когда мадам Лагард говорит, что все хорошо, но есть некоторые технические моменты. Это действительно согласование просто бумаг, показателей, маяков? Или Украина должна еще выполнить часть домашнего задания? Ну обратите внимание, что ключевое, что сказала мадам Лагард, и в принципе тот сигнал, который мы получаем МВФ, это о том, что очень много было сделано, есть серьезный прогресс, и действительно остались только технические вопросы, которые необходимо регулировать. И в данном ситуации у нас полное взаимопонимание с фондом о том, что это необходимо сделать. Потому что, как вы знаете, вот уже почти год, как мы, грубо говоря, там был последний транш, по-моему, 4 августа, если не ошибаюсь. То есть практически уже год, как мы, не получаем транш от МВФ, это означает, что необходимо нагнать все упущенное и выйти на эту точку абсолютно готовыми. Это взаимная заинтересованность. Когда деньги могут прийти в Украину? Вот когда может быть принято решение, скажем так, потому что есть же еще вот этот лаг между решением Совета директоров и деньгами? Смотрите, есть еще вероятность, что Совет директоров может состояться в июле, есть такая еще вероятность. Если это случится в июле, соответственно, деньги мы получим в начале августа. Если же заседание директоров будет в конце августа, а Совет директоров МВФ на три недели, они уходят, скажем так, в отпуск. И, соответственно, следующее заседание Совета директоров может только быть в конце августа. Это, соответственно, и получение денег тянется после Совета директоров, это плюс 5 дней, скажем так. А ваш прогноз, сколько денег может прийти в страну в случае благоприятного развития, в случае благоприятного сценария до конца года? Вы по цифрам планировали? Вы имеете в виду по МВФ? Да, по МВФ. По МВФ у нас есть предварительный план, это 4,3 миллиарда долларов в трех траншах. И мы рассчитываем получить именно все три транша. И здесь, опять же, вопрос не только в деньгах. Это еще три, это будут две, как бы, ревью, то есть две оценки прогресса программы. Если есть позитив, означает, что мы очень активно движемся в реализации реформ. То есть для нас, это также для нас, а также для внешних наших партнеров, для инвесторов, это очень позитивный сигнал. Который гораздо более ценен, чем даже деньги, которые мы получаем в золотой валютной резерве. Это действительно так, все знают, что далее деньги Всемирного банка, деньги Международной финансовой конституции, вот они разблокируются этим решением. Всем спасибо, что об этом поговорили. У меня вопрос больше, вот знаете, о том, о чем сейчас наши зрители думают, когда наш разговор с вами смотрят. Коррупция, таможня, налоговая служба, то, что по-старому называлось налоговая служба. Я не так давно писал интервью с премьер-министром страны, и вот он сказал эту действительно страшную цифру, что до 100 миллиардов гривен только над коррупцией на таможне бюджет теряет каждый год. Вот премьер говорил о том, что он очень хочет, чтобы, по примеру, патрульной полиции, когда и лица поменялись, и люди, и правила, вот наша таможня поменялась. Как скоро это может быть сделано? Вы в это верите, что действительно поменяются и лица, и правила, и отношения? Ну, я не то, чтобы в это верю, я в этом принимаю активное участие, потому что министерство финансов, как вы знаете, ДФС находится в системе координации министра финансов, и это в том числе моя политическая ответственность. И я делаю все возможное для того, чтобы коррупция в этом органе сошла на нет, или, по крайней мере, была минимизирована. И здесь не забывайте, то есть сейчас очень много говорим о реформе таможенной службы, Здесь очень много, что было сделано. Некоторые наши инициативы начнут действовать с 1 августа, например, инициатива о едином окне, когда и портер, и экспортер может подойти, ну, подать все документы, а не будет бегать по разным органам. То есть это существенно упрощает процедуры, ускоряет их, делает их более, скажем так, прозрачными. Также еще есть инициатива по мобильным группам, которые будут контролировать... То, что черными сотнями прозвали в прессе? Ну, так, быстро назвали их черными сотнями. Посмотрим, на самом деле, там, это будет не сотни, да, это будет несколько групп, по 4 человека в каждой. Нам необходимо сейчас, там, нет необходимости махать шашками, нам надо работать интеллектуально, поэтому задача будет из центрального офиса здесь аналитически, с точки зрения, там, осмотреть, где у нас, возможно, рисковые ситуации, и там направлять мобильные группы, которые могут проверить, действительно, этот риск реализовался или нет. Это будет держать в очень серьезном тонусе как контрабандистов, так и саму таможню. А с контрабандой что происходит? Вы действительно перекрыли сейчас потоки? Потому что цифра-то, которая называлась, она огромная, ну, то есть практически сколько? Практически бюджет страны. Ну, смотрите, я бы, на самом деле, подождал и посмотрел бы на цифры. Потому что сейчас очень сложно говорить по цифрам, потому что, как знаете, как работает система, да, то есть сначала идет контрабанда, потом что-то меняется, люди начинают, там, бояться. При тем, как они боятся, каждый ведет себя по-разному. Кто-то пытается, там, как бы, последнюю свою копеечку отжать, а кто-то затихает и смотрит, как же оно разрулится, возможно, будут другие механизмы. Поэтому нельзя оценивать буквально там за цифрами последнего месяца, двух месяцев, давать ему подождение несколько месяцев, тогда это будет объективно. Я просто не хочу говорить заранее, люди должны сами видеть цифры и сделать выводы для себя. Ну, вот ваше ощущение, просто последний короткий вопрос тогда. Вы верите в то, что вот реально, как патрульная полиция поменялась? Понимаете, это же не просто новых людей на новые зарплаты набрать, с таможни все намного сложнее. Почему сложнее? Ну, почему сложнее? На самом деле, есть функциональные обязанности, есть люди, которые их выполняют. То есть, если мы посмотрим, как прошла реформа патрульной полиции. То есть, первое, да, более высокие зарплаты, открытый конкурс, привлекли новых людей, мотивированных людей. Сможете так же? Только не то, что сможем, а это единственный способ. Я не верю в изменение процессов без изменения людей. На выходе мы получим ноль. И наоборот. Да, то есть, на самом деле, нужно менять людей и нужно менять процессы. Поэтому вот в конце нам даст, эта комбинация нам даст результат. Потому и полиция, патрульная полиция, я считаю, что она успешна. Спасибо большое. Будем на этом точку ставить. Мы обязаны просто на рекламу прерваться. Ну, и ровно через 10 минут вернемся в эфир и в том числе Турцию вызовем на прямую связь. Дело сына Черновецкого. Испания, Кипр или Украина? Где начинается след отмытых денег? Прощайте, мистер Паэт. Здравствуйте, миссис Йованович. Откровенно и без купюр. Посол Соединенных Штатов. День выборов. В семи округах избирают депутатов. Прямые включения с участков. Прощайте, мистер Паэт. Здравствуйте, миссис Йованович. Откровенно и без купюр. Посол Соединенных Штатов. День выборов. В семи округах избирают депутатов. Прямые включения с участков. Вечер добрый. Это подробности недели. Вторая часть программы. Мы с вами в прямом эфире. Я Дмитрий Анопченко. Начинаем с Турции. Не следить за ситуацией в стране просто невозможно. Ну хотя бы. Хотя бы потому, что там сейчас огромное количество украинских туристов. Еще вчера рейсы были отменены. Уже сегодня с самого утра запрет вроде бы сняли. Но вот последнюю статистику мне только что принесли в студию. Представьте, только за сегодняшний день в Турцию вылетели 27 чартеров. Это не считая регулярных рейсов. Наш спецкор Руслан Смещук. Вот прямо сейчас в центре Стамбула. У него последние новости узнаем. Руслан, и самый главный у меня вопрос. Я знаю, что многие украинцы вот из-за всех этих событий застряли в турецких аэропортах, в частности в Стамбуле. Сейчас с ними все в порядке? Да, конечно, Дмитрий, я отвечу на этот вопрос. Но чуть позже начну с резонансной информации. Появились сообщения о том, что якобы мятежникам удалось захватить один из фрегатов военно-морских сил Турции. Причем, вот якобы на борту был даже высокопоставленный командующий флотом. Но из-за режима секретности некоторых фаз операций по подавлению переворота, данная информация пока не получила ни подтверждения, ни опровержения. И вот также из-за попытки переворота в Турции опять заговорили о возвращении смертной казни. Об этом говорил президент Эрдоган и ряд высокопоставленных чиновников. Но пока это такая дискуссия. Что же до украинских туристов? У меня достаточно позитивные новости. На данный момент почти все украинцы, застрявшие в международном аэропорту имени Кемаля Ататюрка, или дома, или по пути домой. Об этом, вот эту информацию мне сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле. Ну и еще несколько слов об обстановке в городе. На данный момент нормально работает общественный транспорт, нормально работают продовольственные магазины. Сегодня открылись даже обменные пункты валют, которые еще вчера были закрыты. Банки не работают, но тут дело в выходных. И еще одна важная деталь. Кафе и рестораны даже в самые критические моменты не закрывались. Ну то есть переворот переворотом, а туристический сезон еще никто не отменял. Хотя и заметно, что на улицах города меньше людей, меньше туристов. Хотя это не касается площади перед мэрией Стамбула. Здесь собрались уже несколько тысяч горожан. Они празднуют победу над мятежниками. Да, и в целом турки надеются, что все эти драматические события не повлияют на имидж страны как туристического центра. Дмитрий. Коллега, да, спасибо за информацию. У меня единственный к вам вопрос. Вы, пожалуйста, разберитесь. Вот сообщение о том, что фрегат захвачен, я насколько понимаю, еще вчера днем появились. Если это еще один фрегат, ну действительно тогда вы свежие новости ухватили. Разберитесь, пожалуйста. Если будет что нам сообщить, мы вас еще раз на связь вызовем, поговорим. Спасибо. Руслан Смещук у нас в Стамбуле. Ну информация оттуда на самом деле поступает противоречиво. Иногда сложно журналистам работать. Еще одно событие, которое происходит сейчас, вот просто на наших глазах, во многих регионах страны сегодня выборы были. И вот в эти минуты продолжается подсчет голосов. В избиркомах говорят, что много испорченных бюллетеней и что явка не очень высокая. А вот как прошел этот день в тех населенных пунктах, откуда сегодня приходило максимально много новостей, все это видели наши корреспонденты. День голосования в Херсонской области прошел неспокойно. Например, с самого утра, еще до начала работы избиркомов, в селе Камышаны, возле школы, в которой расположен участок для голосования, дежурный полицейский обнаружил подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу. После открытия участков в полицию один за одним стали поступать звонки о минировании еще 16 участков. После проверки оперативники взрывчатку тоже не нашли. Ложные минирования сказались на работе участков, члены комиссии попросту были не готовы к такому повороту событий. В выборчем законе нет ничего, чтобы объяснило, а как мы и делали комиссии. Кто-то все опечатывал, кто-то снимал на видео, кто-то отмывался выходить, кто-то просто встал и вышел. Ближе к вечеру прокатилась еще одна волна ложных минирований. В полиции возбудили уголовное производство. Телефонным террористам удалось испугать и избирателей. Те, кто пришел утром и не смог проголосовать, просто развернулись и ушли. Но главное, что повлияло на низкую явку избирателей, так это жара, температура воздуха в Херсонской области сегодня достигла 40 градусов. Из явных нарушений наблюдатели сегодня зафиксировали факты подвоза избирателей на участки, а также голосование не по своему паспорту и покупку голосов. На момент закрытия участков явка избирателей в Херсонской области была чуть больше 10%. По первым данным, которые здесь доступны, лидирует экс-губератор Херсонской области Юрий Адарченко. С незначительным отрывом от других кандидатов. Ожидалось, что выборы на севере Луганской области будут самыми горячими. Так и произошло. Многие участки в положенные 8 утра просто не открылись. В поселке Песке, например, оказалось сразу два состава членов комиссии и два ее председателя. В порядке нет. Надо было в 8 утра только приступать, а они до сих пор, что никак не могут разбавляться. На данную минуту у нас находятся два головы. Ждем постановку из окружной. Через полчаса все же стали раздавать бюллетни. Если говорить о нарушениях, то с утра вдоль дорог по всему округу были разбросаны листовки. Мол, один из основных в гонке кандидатов уже два дня как умер. К тому же во дворы к людям стали забрасывать вот такие конверты. Тут имя кандидата, а в середине цветные серокопии купюр. У нас полиция начала следствие с квалификацией подделка денег. Голосовали сегодня неактивно. Лето сейчас пик уборочный. К тому же жара под 40 градусов. На момент закрытия участков явка избирателей в Луганской области ожидалась на уровне 30%. Да, сегодня что-то у нас сложный день технически. Я так понимаю, у нас еще одним корреспондентом связь пропала. Аппаратная, вы постараетесь там что-то наладить? Окей, хорошо. Есть ли у нас возможность еще один город увидеть? Днепр у нас? Коллеги, есть связь с Днепром? Ну вот, Ярослав Кречко появился у нас на связи. Ярик, я надеюсь, что хоть с тобой на связь сегодня не прервется. Сложный день, нервный день, и техника тоже не выдерживает. Тебе слово, что у вас происходило? Да, Дим, на момент закрытия участков в Днепре проголосовала где-то треть избирателей. Что касается результатов, то по данным Международного аналитического центра социологии, у Загида Краснова 45% голосов, у Татьяны Рычковой на 4% меньше. Если говорить в целом о сегодняшнем дне, то в Днепре все участки открылись вовремя и без происшествий. Правда, особого ажиотажа эти выборы в городе не вызвали. Если я не приду, то другой не придет. А дальше что? Надо голосовать, когда чувствуешь человека нормально, значит, надо за него не голосовать. Что касается нарушений, то главное, что бросалось в глаза, практически возле каждого участка мы встречали людей в символике, очень похожей на символику одного из кандидатов. Каждому, кто выходил из участка, эти люди предлагали бесплатно посетить аквапарк, кинотеатр или заказать фотосессию. Каждый человек проголосовал, неважно за кого, ему предлагаем бесплатные билеты. Закон, который украинский выборчий, не позволяет, чтобы сегодня делать кампанию. Чисто коррупция. Не большая, небольшая, маленькая коррупция, но коррупция. Делают акцент международные наблюдатели и на огромном количестве двойников на округе. В остальном нарушения стандартные попытки сфотографировать или вынести бюллетени. Также зафиксированы факты организованного подвоза избирателей на участки. Мы столкнулись сегодня с беспрецедентным подкупом избирателей, которые раньше мы даже не видели. Начиная от открытого подкупа и заканчивая скрытой агитацией. Карусели, игнорирование силовыми органами, замечание тех нарушений, которые мы выявили. Говоря о так называемых каруселях, в штабе кандидата говорят еще об одной провокации. Днем в полицию поступил звонок о минировании сразу нескольких объектов, которые принадлежат кандидату. Он связывает это с попыткой отвлечь внимание штаба от избирательного процесса и запустить эту технологию каруселей. Дима. Да, спасибо. Ярослав Кричко был с нами на связи. Но давайте, чтобы подводить черту, не забывать, что сегодня все-таки был день выборов в семи регионах страны. Ну, и из многих из них приходили сообщения о минировании. Вот такая новая грязная избирательная технология. Окей, далее. Минувшие семь дней запомнятся, ну, конечно, не выборами, запомнятся они громкими арестами. От чиновника высшего уровня, ну, обвинения стандартные, взятки, коррупция, до бойцов батальона Азов, которых обвиняют в вооруженном нападении на инкассаторов. Но самый обсуждаемый арест был даже не в Украине, а в Испании, в окрестностях Барселоны. Сын экс-мэра Киева Степан Черновецкий жил там в свое удовольствие, отдыхал на роскошной вилле, владел боксерским клубом. В итоге сам получил нокаут от местной полиции. Он арестован. Испанское издание «Эль-Испаньол» назвало Степана главой украинской мафии. Ну, вот это прямая цитата, не знаю, как к этому относиться. В любом случае, по следам золотой молодежи отправилась и наш корреспондент Елена Зорина. Миллионы евро и настоящая мафия под прицелом испанской полиции. Деньги, драгоценности, дорогие часы и шикарный автопарк. Главный подозреваемый отнюдь не дон и даже не сеньор, а гражданин Украины с известной фамилией, сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий. Если раньше в Испании часто обсуждали проделки русской мафии, то теперь, пожалуй, впервые заговорили об украинской. Громкая коррупционная история, связанная со Степаном Черновецким, поставила на уши и Барселону, и Киев. Подделка документов и отмывание денег. По версии следствий, зафшоров на Кипре и Виргинских островах средства перечисляли на приобретение недвижимости в Испании. И все это, как в кино о мафиозе, готовилось на кухне. Место, где готовили самые вкусные суши, не то что в Барселоне, а даже в Европе любимый японский ресторан богачей и знаменитостей. И не только. Теперь закрыт и опечатан. Именно здесь, по утверждению испанской полиции, и придумывали схемы по отмыванию денег. Здесь же и задержали большинство членов преступной группировки. Полиция пришла и всех арестовала. После этого правоохранители закрыли ресторан и опечатали. Задержаны 11 человек. Четверо из них украинцы. Цена вопроса 10 миллионов евро. Но откуда эти деньги? Юрист Тупченко знает все об офшорах. Рассказывает схема не новая. Ее активно использовали Янукович и семья. Это типовые схемы. Это использование и офшорной компании прокладок, это и использование так званых номинальных директоров. Мы сейчас направляемся в один из самых дорогих и престижных курортов Испании. В небольшой короток Сагаро, в 100 километрах от Барселоны. Именно там любил отдыхать. И по данным полиции жил Степан Черновецкий. Высокие заборы, почти как в Кончезасве под Киевом, скрывают масштабы местных особняков. Элитная недвижимость прямо на берегу моря. Да что там одного из лучших пляжей Европы. Стоимость домов достигает 10 миллионов евро. Здесь живут звезды шоу-бизнеса, футболисты. Здесь же поселился Степан Черновецкий. Вот в этом доме с белыми воротами. Я не могу вам назвать имена тех, кто здесь живет. Может здесь живут и бандиты? Охранник элитного комплекса об украинской мафии читал в газетах. Говорит Степан, на Дона Карлеона не похож. Но деньги у него водились. К нему приезжали много людей на машинах с украинскими номерами. С номерами Андорры чуть ли не каждый день. Этот дом он арендовал последние два года. А вот испанские правоохранители подозревают дом Куплин за отмытые деньги. После ареста хозяина с журналистами тут не общаются. Испания тщательно отслеживает деньги, которые вкладываются в строительство и недвижимость, рассказывает бывший глава украинского бюро Интерпола Кирилл Куликов. Видимо Степа Черновецкий особенным умом не отличался и пошел по той же схеме. Решил выводить те же деньги, заработанные папой. Потому что там хорошо, там солнце, там море, там девчонки. Нардепа в прошлом депутат Киевсовета Наталья Новак уверена, дело тут вовсе не в Степане Черновецком, а в его отце. Степан Черновецкий какой-то серьезной работой не занимался. У него достаточно богатый батько, так. И действительно он мог бы жить на те деньги, которые заработал его батько. Бывший банкир, бизнесмен и любитель бабушек умел зарабатывать деньги. Уверен Михаил Бродский, он при мэрии Черновецком был депутатом Киевсовета. Недвижимость, земля, строительство, квартиры. Была система площадок, была система ценных бумаг. Четыре года назад даже следственную комиссию в парламенте создали. Насчитали миллионные убытки городского бюджета. Сколько вывел сам Леонид Михайлович Черновецкий, можно считать где-то порядка от миллиарда до полутора миллиардов долларов США. Это семейное гнездо Черновецких в Киеве, пятиэтажку на Печерске, облюбовали еще шесть лет назад. Сейчас она обнесена кованым забором. Живет ли там кто-то, соседи не знают. Подъезд не выкуплен. Но охранники есть точно. Возможно, пустота киевской квартиры – это реакция на заявление генпрокуратуры, которая вдруг вспомнила о старых проделках Черновецкого. Есть несколько старых, в основном закрытых справ по деятельности пана Черновецкого старшего. Сподеваюсь, что не только испанская, но и украинская эфемида скажет свое слово. Сейчас же космический мэр спокойно загорает на пляжах Грузии. Власть Михаила Саакашвили создала ему особые условия. Взамен Черновецкий обязался не заниматься здесь бизнесом, а исключительно благотворительностью. Рядом с соснами и морем построил коттедж в стиле хай-тек с бассейном и джакузи всего в 20 километрах от Батуми в поселке Кабулетти. Насколько я знаю, он приехал из Киева, выслали, наверное, что-то там натворил. А в прошлом году он гулял по городу без охраны, катался на квадроцикле. Его где-то 50 человек охраняют. До прошлого года Черновецкий пытался не светиться, даже свой бизнес передал сыну. Испанское расследование под грифом «Секретно» может длиться годами. И куда оно заведет следователей. Возможно, ниточки тянутся в Киев, ведь живут они там, а деньги делают тут. Это уже знакомая для украинцев история. Елена Зурина, Олег Решетняк, Наталья Неделька и Евгений Каминский. Подробности недели в телеканал «Интер». Ну, а вот где арестов пока нет, но явно ожидаются, так это в черных контрабандных схемах украинских. Мой коллега Роман Бочкала как раз об этом. Кажется, мы не в лесу, а в зоне боевых действий. Одни спасают деревья, для других они просто товар. Вот это дерево, ну так если перепеляем, легко получится делового дуба, который можно это изготовить. Это полтора куба. Это где-то 700 долларов. Николай Пятиченко уже много лет борется с браконьерами. В ответ те недавно сожгли машину. Что удивляет активиста, главные браконьеры – лесники. Без лесников здесь ничего не решается. Это стороженецкое лесничество. Здесь, по словам активистов, лес нелегально рубят чаще всего. Прямо в лесу находим пилораму. Документов на эту древесину нет. Здесь мы видим дуб, липу. И что самое интересное, куда бы мы ни приехали, нигде ни души. Хотя по всем признакам видно, что здесь просто кипит хозяйственная деятельность. Эти деревья без маркировки, а значит спилены незаконно. Вызываем полицию. Правильно документуемо, куда он до сюда расследует. Вот такие часто вид бывают? Постинь. Николай Мороз лесничий. Несколько лет назад даже он пожаловался в прокуратуру на своих коллег. Крадишка лиса. Сроблено все так, что даже комары не питочат. Например, по билету 200 кубов кубатуры. А в натуре рубают 800. Приходим к директору лесхоза. Зарплата тут небольшая. Зато вот, чтобы попасть на руководящее место в любом украинском лесхозе, говорят, нужно заплатить не одну тысячу долларов. Впрочем, этот директор все обвинения в коррупции отрицает. Чи берете вы хабари? Не беру. Чи задеяны ваши спередники в коррупционных схемах? Не задеяны. Но факты вещь упрямая. Лисник, так? Да. Выдаю лис? Да. Он имеет право брать наличие? Самый? Не имеет. Что можете сказать? Что это такое? Долг? 57 тысяч гривен. А что это за гроши? А это кубатура левая, которая пошла на сторону, и от каждого доля. Рубки проводятся под видом санитарных. Правильные экспертизы экологов развязывают лисникам руки. Как вы видите, чудовые дерева, не больные, ничего. За документами вы не хвори? За документами я не хвори. На делянке есть 4-5 штук сухостоя, а остальные все свежие и нормальные дерева. Что они делают? Они берут гектар, зрубают всю площадь всю, и пишут вместо пиловочника и деловой деревины, они пишут дрова, гниль. На это у лесников есть оправдание. Очень сильное всыхание ялинников. Вы понимаете, вот я вам скажу, есть еще такие очаги. Из невеликого квадрата стает великий квадрат уже. Высошел лесу. Это не были квадраты и очаги коррупции. Нет, нет такого. Большая часть Буковинского леса уходит на экспорт. Черновицкая область вообще главная транзитная дорога для украинского вырубленного леса. Сейчас проверим. Смотрим, что же в вагонах. Вопросы идут вот таким бревном. Это уже у нас не дрова. Снизу опять же видно, что оно не гнилое. Таможенники разводят руками. Я не могу переверить эти товары транспортные накладки, которые они выдают один одному. Я уверен, что там на 90% все подроблено. Кто кому что там на каких аукционах продается, тоже не наше питание. Я не имею права туда лезть. Рубка лесу идет незаконно. В том числе в ночи и когда угодно и так далее. Почти весь украинский лес идет в Румынию. Туда отправляемся и мы. Городок Радауцы. Здесь находится деревообрабатывающая фабрика. Близость фабрики к Украине не случайна. На полениях бирки Юэй. Если бы не украинский лес, наша фабрика, наверное, бы закрылась. Построили фабрику австрийцы. Сначала собирались работать в Украине. Но когда им озвучили суммы взяток, чтобы начать строительство, перенесли проект в Румынию. За прошлый год мы импортировали из Украины 950 тысяч кубометров леса. Да, я понимаю, что, возможно, не весь он был спилен законно. Но это уже вопрос к вашим правоохранительным органам. Брус, вагонка. Все, что производится здесь, продается и в Украине. Известный румынский журналист Каталин Пришачару называет это украинским парадоксом. Активно ваш лес стали возить в Румынию с 2008 года. Это связано с тем, что легально рубить лес в Румынии практически невозможно. Да и зачем, когда рядом есть Украина. Украинский лес востребован в Персидском заливе, Турции и во многих других странах, где своего не меньше, чем у нас. Но там деревья берегут. Украина же продолжает наращивать объемы экспорта. С начала этого года за границу ушло больше, чем когда-либо. Идем на рекорд. Роман Бачкала, Олег Ерофеев. Подробности недели. Телеканал Интер. Контрабанда и черные схемы. Темы, о которых явно будет говорить вот здесь, в Киеве, когда приедет и новый американский посол. Сенат Соединенных Штатов на уходящей неделе утвердил человека, который возглавит амбасаду США в Украине. И это будет первая женщина на такой должности. До Марии Ивановича в украинской столице работали 9 мужчин. Ну, вот теперь будет дама. И вот 5 фактов, которые стоит о ней знать. Мария Иванович родилась в Канаде. У нее сербская фамилия и русские корни. Ребенком вместе с родителями переехала в США. Ее полное имя Мария Луиза. Но родные зовут ее просто Маша. Более того, в официальных документах Конгресса США, который согласовал назначение дипломата на должность посла в Украине, ее имя записано Маша Иванович. Помимо родного английского, прекрасно владеет русским. Немного говорит по-французски. Работая в этих странах, учила армянский и киргизский. Так что по приезду явно возьмется за украинский. В Украине Мария Иванович прожила почти 3 года, накануне оранжевой революции. Была вторым человеком в посольстве, заместителем посла и временным поверенным в Украине. Многим запомнилось тем, что именно она первая подняла вопрос о том, что Украина якобы продавала Саддаму Хусейну радиолокационные системы Кольчуга. Иванович – россиевец с военным дипломом и тремя высшими образованиями. Она закончила Принстонский университет, Институт русского языка в Москве и военный колледж при Американском университете обороны. Специализация – стратегические исследования. Дипломат не афиширует личную жизнь и не упоминает о ней в официальных биографиях. На сенатских слушаниях, куда будущие послы по традиции обязательно приходят со вторыми половинками, пригласила свою 88-летнюю маму Надежду Михайловну. Давно увлекается дзюдо. Когда работала в Бишкеке, даже подружилась со своим тренером Ларисой и стала крестной ее сына. Ну а человек, возглавлявший американское посольство все это время, Джеффри Пайет, образно говоря, пакует чемоданы. Три года назад так сложилось. Я был в Американском сенате на заседании комитета по международным делам. В тот самый момент, когда мистера Пайета утверждали в должности, спрашивали о том, как он видит будущую миссию. Ну, понятно, что не он сам, никто из сенаторов и представить тогда не мог, насколько на самом деле эта миссия кажется сложной. Насколько драматичными будут события в стране. Уже здесь, в Киеве, Джефф Пайет дал мне свое первое интервью в качестве посла Соединенных Штатов. Был он и в этой студии. Но вот на днях эксклюзивно встретился с нашей съемочной группой, чтобы подвести итоги. За эти три года здесь вы почувствовали, что Киев стал для вас родным городом? Думаю, невозможно прожить три года, как я прожил здесь, в Украине, без чувства глубокой привязанности к этому городу, к украинцам и особенно к этому месту, Майдану, и к необычайным историческим событиям, которые происходили здесь. А что вы почувствовали, когда поняли, что покидаете Украину? Это похоже на чувство, когда выходишь из кинотеатра, посмотрев лишь половину фильма и не знаешь, чем он закончится. А разочарования были? На самом деле нет. Но, конечно, очень хотелось бы избежать человеческих страданий, которые украинцы пережили за последние три года. Невозможно описать то чувство боли, которое я и все мои коллеги-дипломаты испытали ужасным утром 20 февраля, когда произошли убийства на Майдане. Я навсегда запомню это ощущение беспомощности, ужаса, тревоги. Всего в нескольких метрах отсюда, в европейской столице, были хладнокровно убиты люди. Это то, что я никогда не забуду. События Майдана разворачивались просто у него на глазах. Был период, когда он практически не спал. Ночью мейлы с пометкой «Argent. Срочно». И бесконечные звонки из Вашингтона. Из-за разницы во времени в Голдейбе работа была только в разгаре. К нём просьба о встрече, чтобы Соединённые Штаты получили информацию из первых рук. Я помню все встречи в Доме профсоюзов с Яценюком, Порошенко, Кличко. Задача США была в том, чтобы вместе с европейцами попытаться обеспечить ненасильственное разрешение кризиса. Когда я думаю об этом, вспоминаю невероятно драматические моменты. Ту ночь в декабре, когда шёл бой просто здесь, под этим мостом. Когда Беркут первый раз бросили на разбор Майдана. Ночь, когда пела Кианельза, я был в Доме профсоюзов с сенатором Маккейном. Сотни тысяч человек были тогда на Майдане. Вы были здесь, на Майдане, с Викторией Нуланд. Все помнят тот знаменитый момент, когда она раздавала хлеб и печенье протестующим с результатом. Мне рассказывали, что этот её шаг не был согласован с Госдепом, что это было её личное решение, пойти на Майдан. Дмитрий, просто вспомните, что случилось в ночь перед её визитом. Было огромное противостояние прямо после этого моста. Битва между протестующими и Беркутом. Первая попытка зачистить Майдан. Первые тяжелораненые. Многие палатки подожгли. Помощник госсекретаря Нуланд решила прийти сюда, чтобы продемонстрировать человечный жест. И по отношению к Беркуту, человекам, которые выполняли приказы, и к демонстрантам. В этом было её послание. Его номер мобильного был тогда у многих. Самые острые моменты революции достоинства, организаторы палаточного городка в американское посольство звонили как в скорую помощь, просили сделать всё возможное. Лишь бы не было крови. Сегодня, Джефф Пайетт говорит мне, у него было очень много встреч. Много раз был на Банковой. Встречался в том числе и с Сергеем Лёвочкиным, который после зверского избиения студентов тогда в декабре подал в отставку. Помню разговор с Сергеем Лёвочкиным, возглавлявшим президентскую администрацию. Я говорил ему о своих впечатлениях о Майдане, о разговорах с людьми. Сказал ему тогда, «Сергей, всё, что происходит, очень масштабно. Будет ли Майдан таким же масштабным, как оранжевая революция?» А он ответил, «Джефф, это уже куда масштабнее». Думаю, эти слова отражали суть того, что я слышал и от других политических фильмов, с которыми тогда говорил. Майдан – народный протест против того, какими методами Янукович управлял страной, против его решения, принятого под давлением Путина, изменить политику Украины, прекратить движение к Европе. После того, как подожгли дом профсоюзов, помню, я утром проснулся с ощущением страха. Неужели протестующих разогнали? Ведь когда я засыпал, всё было в огне. Так много силовиков бросили против Майдана. И никто не знал, чем всё закончится. А Янукович пытался пойти на контакт с западными дипломатами, заключить дело, провести переговоры. Или он был полностью закрыл. Во время встреч с президентом Януковичем, когда здесь была Виктория Нуланд, когда был сенатор Маккейн и другие, у меня часто возникало ощущение, что у Януковича нет чёткой картины того, что было на Майдане. Многие влиятельные украинцы, и даже олигархи, понимали, что происходит. Они говорили Януковичу, надень тёмные очки и им когнито пройдись по Майдану. У меня не было ощущения, что Янукович понимал, какова ситуация на самом деле. И что именно его действия, его решение не подписывать соглашение об ассоциации и породили эту волну сопротивления. Правда ли, что без поддержки Соединённых Штатов и Запада в целом Майдан не состоялся в Майдане? Я так не думаю. Мы были лишь наблюдателями. Этот протест никем не управлялся извне. Майдан стал возможным лишь благодаря украинцам, миллионам украинцев. А какой момент был тогда самым эмоциональным, отрязывался больше всего? Я редко плачу, но до сих пор слёзы наворачиваются на глаза, когда думаю о 20 февраля и о расстрелах. Это был самый жуткий момент за всю мою дипломатическую карьеру. Никто не мог представить, что такое насилие возможно на улицах Киева. Помните, за всю Оранжевую революцию не было ни одного раненого, но всё кардинально изменилось именно в ту февральскую неделю. И этот момент навсегда останется в моей памяти. Вспоминается много всего, но это останется навсегда. Один только факт, что Джеффри Пайт – американский посол времён Майдана. Этого уже достаточно, чтобы его запомнили. Но он запомнится и другим тем, что, пережив всё вместе с Украиной, уже просто не мог оставаться отстранённым. Даже вопреки статусу, который обязывает быть дипломатичным, и откровенно говорил о коррупции, о просчётах и о промедлении с реформами. Говоря о реформах, вы когда-то сказали, что коррупция не менее опасна, чем российские данные. Вы до сих пор так думаете? Абсолютно. Успех украинской демократической революции будет зависеть от способности правительства обеспечить верховенство права. То, что больше всего давало надежду после Майдана, это чувство, что украинцы добились обновления власти, что у них есть шанс построить будущее, которое они реально хотят. Что мешает этому? Коррупция. Ведь она порождает цинизм, заставляет людей чувствовать, что всё фейк. И как бы они тяжело не работали, они никогда не смогут добиться, чтобы государством управляли так, как они заслуживают. А каков ваш ответ? Вы говорили с политиками, с лидерами страны. Почему Украина до сих пор борется с коррупцией? Почему у нас нет эффективных реформ? Думаю, вы должны спросить об этом у лидеров страны. Частично ответ состоит в том, что коррупция глубоко укоренилась в украинской политике. Один бизнесмен, один олигарх сформулировал мне это так. Знаете, если вы не ходите к доктору 23 года, а потом пойдете на обследование, то он точно что-то найдет. Так же и эти проблемы. За вопросы, которыми никто раньше не занимался, теперь взялись. Это очень хороший знак, что за министра здравоохранения был задержан на прошлой неделе по обвинению в коррупции. Но очень плохо, что это не случилось два года назад. Сейчас процесс пошел. То есть у вас нет ощущения, что мы упускаем шанс, так как мы упустили его после оранжевой революции? Нет, ни в коем случае. Я вижу очень много решительности, очень много прогресса, много политических лидеров нового поколения, которые приходят в систему, чтобы ее переделать. Вы покинете страну, но история этих лет, она ведь будет теперь и вашей личной историей? Конечно. Я надеюсь вернуться в Украину, вернуться в Крым, который я смог посетить только дважды, вернуться в украинский Крым, может взять свой велосипед и прокатиться там. Я ездил на велосипеде во многих украинских городах, брал свой велосипед во Львов, в Одессу два года назад, но я никогда не катался в Крыму. Это точно будет в моем списке. Можете быть уверены, что, как все мои коллеги-дипломаты, которые пережили это историческое время, мы будем продолжать уделять особое внимание тому, что происходит. Ну что ж, спасибо вам огромное. Давайте сделаем, назначим следующий интервью украинским Крым, и всем будем кататься в секретах, тогда и поговорим об этом. Договорились, было приятно поговорить. Ну и не только американский посол с вами прощается, но и я тоже, потому что завершается политический сезон, а мы завершаем сезон информационный. Спасибо, что смотрели, спасибо, что доверяли. Рад был вам всем.